Не заметить этого невозможно. В последнее время депутаты Госдумы стали сыпать угрозами в адрес сограждан, уехавших из страны. Беглецам обещают повысить налоги, конфисковать оставшееся имущество, лишить их гражданства. Почему же уехавшие россияне впали в такую немилость, так сказать, народных избранников? И случайно ли все их угрозы звучат накануне очередной волны мобилизации? В этом и разбираемся прямо сейчас. Россию весь прошлый год покидали несогласные с войной. По подсчетам издания The Bell из всех уехавших в страну не вернулось как минимум 512 тысяч человек. Убытки от этого подсчитать сложно, особенно когда каждый месяц вся прибыль в стране падает. Только официально правительство признало, что годовые доходы всех российских компаний упали почти в два раза. Потому чиновники и не рады, когда люди в очередной раз уезжают из РФ. А вот Валентина Матвиенко сравнила их с крысами, бегущими с тонущего корабля. По ее мнению, общество расценивает тех, кто уехал за границу, как совершивших предательские действия. Другой верный слуга Путина Вячеслав Володин захотел отобрать имущество у покинувших страну. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отдавать машины, которые бросают на границы сбежавшие семьям тех, кто пошел защищать родину. То есть оккупанты, самое безобидное преступление которых это мародерство, защищают свою родину на территории соседней страны. А вот несогласные с войной покинувшие страну агрессора трусы. Те, кто сегодня струсил, может лучше то, что они уезжают. А зачем они здесь? В ситуации, когда страна столкнулась с вызовами. Зачем? Только Володин, видимо, не знает, что покидать Россию не запрещено. Статья 27-я Конституции Российской Федерации. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Пока Путин не принял очередные поправки, Володину только и остается продолжать угрожать. Конституция это не случайно и называется основной закон, который должен консолидировать все общество. Кстати, тот же Володин до сих пор рассказывает о том, что релакантам надо поднять налоги. Но министр финансов Антон Силуанов наоборот склоняется к тому, что все надо оставить так, как было. Потому что многие просто перерегистрируются за рубежом и не будут платить в России ничего. Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес не будет заинтересован платить в российский бюджет. Так называемый сенатор оккупированного Крыма Сергей Цеков буквально недавно проявил схожую с Володиным инициативу. Он предложил отбирать имущество у уехавших и критикующих страну россиян. Всем этим Ургантам и Моргенштернам, всем тем, кто критикует Россию из других стран, нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники. А другой сенатор Андрей Климов и вовсе сказал, что несогласных с войной можно будет клеймить иноагентами. Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. Только пока еще нет известных случаев того, чтобы иноагентами называли тех, кто просто уехал из страны. Но один из депутатов решил это исправить. В Госдуме призывают наказать россиян, уехавших из страны после начала войны. Депутат от «Единой России» Николай Брыкин пообещал инициировать закон, признающий всех уехавших иностранными агентами. Параллельно с этим депутаты готовят законопроект, запрещающий работать в России из-за рубежа. Ряду специальностей полностью запретят работу вне России. И, собственно, об этом уже неоднократно предупреждал сенатор Андрей Клишес. Единорос Андрей Исаев, который известен тем, что устроил пьяный дебош в самолете, Давай, вали отсюда, хороший жест, каковы, чуть-чуть. Рассказал подробнее о законопроекте. Выглядит этот законопроект на сегодняшний день с учетом моих предложений следующим образом. Не допускается заключение трудового договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к основному договору об удаленной работе для нерезидентов Российской Федерации по списку определенному правительству. Исаев добавил, что для того, чтобы законопроект смог вступить в силу, требуется изменить трудовой кодекс. А сам закон затрагивает лишь некоторые сферы, такие как банковская и транспортная. И делается это все, конечно же, для самих россиян. Люди имеют доступ к корпоративной почте, к базе данных клиентов и так далее. Если доступ к этому будет находиться за рубежом в недружественных странах, то мы понимаем, что это может обернуться большими издержками для наших граждан. Только даже между самими российскими чиновниками не все согласны с этой инициативой. В Минцифры, например, сказали, что это негативно скажется на IT-секторе. А IT-шники в 2021 году заплатили налогов на 80 миллиардов рублей. Это больше 4 миллионов 423 тысяч средних пенсий. Но кого это интересует? Let me speak from my heart. Конечно же, ну куда сегодня без комментариев Медведева. Он рассказал реальную причину, для чего разрабатывают закон, запрещающий работать из-за границы. Наконец, эти меры обрели совершенно конкретные черты. Он заявил, что на самом деле уехавшим надо просто обрубить источник дохода. Их нужно полностью отрезать от источников дохода в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Ну и естественно, начал нести антиконституционную ересь. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Та же самая 27-я статья, о которой мы говорили ранее, разрешает беспрепятственно возвращаться гражданам РФ. Так что экс-президенту пора бы сменить бутылку водки на конституцию собственной страны. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. Как бы там ни было, но сегодня действительно могут принять любой закон, который Путин захочет. Пока граждане позволяют чиновникам беззаконие и выборочную кару, путинский режим в России будет держаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова